Здравствуйте! Приветствую вас на канале VS Projects. Это третье видео в серии о том, как сделать винтажный ламповый гитарный комбик самому. Напомню, что мы с вами делаем клон усилителя Blackface Princeton Reverb. И в этом видео мы рассмотрим его электрическую принципиальную схему. Версия этой схемы AA1164. Но вначале два дисклеймера. Первый. Мы будем рассматривать схему в упрощенном изложении, подразумевая, что у вас есть базовые понятия об электронных компонентах, резисторах, конденсаторах, трансформаторах и лампах. Иначе видео получится очень длинным. Есть много хороших роликов и статей на эту тему. Я их оставлю в описании, чтобы вы могли сами почитать или посмотреть. Второй. Я буду рассказывать своим языком. Напомню, что я, в общем, любитель. И, возможно, профессионалам это покажется не совсем правильным. Ну что ж, в этом случае оставляйте, пожалуйста, комментарии под видео. Нам всем будут полезны правильные знания и формировки. Итак, давайте начинать. Давайте посмотрим на схему усилителя Princeton Reverb AA1164. Прежде всего, что такое AA1164? А это первая А, это начальная версия схемы усилителя. Вторая А, это ревизия схемы этого усилителя. И 1164 это ноябрь 64-го года. То бишь, это вот схема в первой ревизии, сделанная в ноябре 64-го года. Эта схема считается классической для этого усилителя. И мы ее, конечно, должны взять за основу. Но, как вы видите, нарисовано, видимо, также в 64-м году. И на этом рисунке очень тяжело разобрать, что да как и почему. Некоторые цифры даже очень сложно прочитать. Однако, к счастью, на просторах интернета есть такой небольшой сайт и совершенно бессеребренник человек, который перерисовал практически все винтажные схемы Fender. И они теперь выглядят гораздо более читаемо. Огромное спасибо этому человеку. К сожалению, я не знаю, как его зовут. Но ссылку на этот сайт я вам оставлю в описании. Поэтому, когда мы будем смотреть на схему, мы будем смотреть на перерисованную схему. И именно по ней мы и будем разбираться, что к чему. Если вам, конечно, больше по душе схема, нарисованная фирмой Fender в 64-м году, пожалуйста, можете взять ее. Кроме того, так как мы с вами решили, что будем пользоваться документацией Modgeton, есть еще схема, нарисованная этой фирмой. Вот как она выглядит. Если честно, она мне гораздо меньше нравится. Хотя на вкус и цвет, как говорится. Можно, конечно, тоже взять и ее. Но, мне кажется, лучше всего брать вот эту схему за основу. И мы будем рассматривать именно ее. И буду я проходить именно по ней. Давайте рассмотрим, как можно определить эту схему большими блоками. Прежде всего, входной каскад. Или первый каскад предусиления. Он выполнен на половинке лампы. Здесь лампа 70-25. Я буду использовать 12AX7. Они практически ничем не отличаются, кроме того, что 70-25 считается более тихой. Поэтому на входном каскаде рекомендуют ставить самую тихую лампу. Но, не знаю, насколько это вот прям обязательно. Потому что по всем остальным характеристикам они более-менее очень похожи. Вплоть до распиновки. Соответственно, на ваш выбор уже ставить 70-25 или же 12AX7. Я решил, что 70-25 это не обязательно. 12AX7 вполне сойдет. Соответственно, первый каскад предусиления выполнен абсолютно по классической схеме. На сетку подается входной сигнал через вот этот входной блок, либо на первый, либо на второй вход. Катод шунтирован 1,5 кОм резистором и 25 мкФ конденсатором. На анод сопротивление 100 кОм. Тоже достаточно прямолинейная схема, в общем. Итак, входной сигнал подается на сетку. С анода забирается дальше. И подается на темброблок. Темброблок здесь классический фендеровский темброблок. который в той или иной форме практически во всех фендерных усилителях используется. Регулятор высоких частот, регулятор баса, регулятора МИДа или там средних частот здесь нет. С этого темброблока сигнал дальше подается на потенциометр, который регулирует громкость. И уже с него, соответственно, на сетку второго каскада предусиления. Посмотрите, что второй каскад выполнен абсолютно точно так же, как и первый. Также он имеет в катоде 1,5 кОм и 25 мкФ. Также нагрузка на аноде установлена 100 кОм. Ничем абсолютно не отличается. Следующее. Мы опять с анода забираем сигнал. И здесь он разделяется у нас на две составляющие. Одна идет прямо на третий каскад предусиления. А другая уходит в блок ревербератора. Через вот этот вот конденсатор емкостью 500 пФ прибегает вот сюда на сдвоенный усилитель. На двух триодах. Собственно, это вот целиком лампа из двух триодов 12АТ7. Которая раскачивает трансформатор. На первичную обмотку сюда подается вот этот вот сигнал. А со вторичной обмотки он уходит на блок реверберации. Во втором видео я показывал, как выглядит вживую этот блок с пружинами, соответственно. И вот эти пружины, колебаясь, через трансдюсер формируют электрический ток, который мы забираем вот отсюда. И передаем на еще один каскад усиления, который точно так же, посмотрите, выполнен. В катоде полтора килоома и 25 микрофарад. Токилоомный резистор в аноде. И вот отсюда, через регулятор реверберации, сюда прибегает сигнал на третий каскад предусиления. Который опять-таки сделан абсолютно точно так же, как и первый, и второй, и вот, собственно, третий. Опять то же самое, за небольшим исключением, что здесь еще добавлен 47-омный резистор. Добавлен он для того, чтобы мы вот отсюда смогли получить сигнал отрицательной обратной связи. И чтобы он, соответственно, не ушел на землю. Дальше что мы видим? Дальше у нас фазоинвертор. Это вот специальная схема, которая делит, и даже не делит, а распределяет входной сигнал на левую и правую лампы усиления выходного каскада. На следующей страничке я нарисовал, чтобы было понятнее, как работает фазоинвертор. Собственно говоря, вот эта вот схема фазоинвертора, вот она, немножко перерисована, чтобы понятнее было. На входе у нас синусоида подается на сетку, и с анода всегда получается сигнал в противофазе. То есть, видите, здесь подъем, здесь спад. А с катода сигнал в фазе. Соответственно, вот эта схемка нам дает два, по сути, одинаковых сигнала, но в противофазе. Это как раз то, что нам нужно для ламп выходного каскада. Особенность этой схемы в том, что она ничего не увеличивает, не усиливает. То бишь, этот вот блок фазоинвертора, он никаким образом не участвует в усилении сигнала. Он нужен только для того, чтобы вот нам два сигнала иметь в противофазе. Возвращаемся обратно. Соответственно, мы здесь получили вот по вот этой линии сигнал на сетку левой лампы выходного каскада в противофазе. А здесь, на правую лампу выходного каскада, пришел сигнал в фазе. Одновременно усиливая, подают этот сигнал на обмотку, первичную обмотку выходного трансформатора. Здесь нужно еще сказать о том, что на управляющую сетку подается также отрицательный сигнал от тремола, от блока тремола. Блок тремола собран вот на половинке той же лампы, что и фазоинвертор. И, соответственно, этот блок представляет по сути с собой генератор, у которого регулируется частота и амплитуда. Соответственно, подавая сюда вот этот вот сгенерированный сигнал с определенной частотой и амплитудой, мы меняем входящий сигнал. И таким образом, что он начинает как бы плавать. Таким образом и достигается вот этот эффект тремола, который так любят многие гитаристы. Вот. И, собственно говоря, осталось нам поговорить про блок питания. Здесь мы подключаем к сети питания. Граунд свитч. Это в современном мире как бы устаревшая и ненужная вещь. Мы на нем останавливаться не будем, хотя это очень интересно на самом деле. Разобраться, для чего он был нужен. Но, если будет интересно, потом как-нибудь расскажу. Попадаем на трансформатор мощности. И здесь вторичные обмотки трансформатора. Их, по сути, три. Первая вот эта нижняя обмотка на 6,3 вольта служит для подогрева цепей накала каждой из ламп. То бишь, к каждой из ламп, кроме выпрямительной лампы, rectifier, подается вот это напряжение 6,3 вольта. Таким образом они подогревают катод. То бишь, у каждой лампы есть цепь накала, которая подогревает катод с тем, чтобы с катода убегали электроны. Именно она, вот эта нить, цепь накала, или накал, светится и придает лампам такой оранжевый цвет. Следующая обмотка предназначена для питания катодов и накала лампы выпрямителя. Здесь не написано, но это 5 вольт. Подается вот сюда. И последняя обмотка, уже самая такая, мощная, она подключается к этой же лампе, лампе выпрямителя. Таким образом, что у нас вот с этих обмоток, собственно говоря, получается уже постоянное напряжение. И здесь оно вот при первом выходе равно плюс 420. А вот здесь, соответственно, здесь нигде надписей нету. Но мы можем предположить, что это минус 420, я полагаю. Что происходит как бы дальше? Рассмотрим вот сначала вот этот вот плюсовой путь. Как вы видите, это напряжение плюс 420 попадается в первую очередь на серединку первичной обмотки выходного трансформатора. Соответственно, через нее попадает на аноды ламп выходного каскада. И здесь оно уже равно 410 вольт. Видите, какие высокие напряжения используются или работают внутри лампового усилителя. Поэтому электробезопасность при работе с ламповыми усилителями так важна. Еще раз напоминаю, что мы с вами сделаем обязательно отдельный раздел в каком-нибудь из следующих видео, где подробно обсудим электробезопасность при работе с ламповыми усилителями. Соответственно, в этом месте у нас есть первый фильтрующий конденсатор на 20 микрофарад 450 вольт. Напомню, что это один из конденсаторов, который установлен в баночном конденсаторе, такой, так называемый CAN capacitor. И вот их раз, два, три, четыре. Они все вот из одной банки. Дальше что происходит? Однокилоомный резистор, который слегка снижает напряжение. Здесь, соответственно, следующий фильтрующий конденсатор. И здесь уже напряжение на 20 вольт ниже. И оно подается на сетку ламп выходного каскада. Дальше еще снижается напряжение. До 320 вольт ставится еще один фильтрующий конденсатор. Но это напряжение, собственно, никуда не уходит. И никуда не используется. Дальше снова 18 кОм. И здесь уже напряжение 240 вольт. И вот это напряжение, 240 вольт, это вот D, оно уже используется для выходных каскадов всех анодов. То бишь, видите, с него берется питание, которое подается на анод. И через 100 кОмные резисторы на аноде здесь вот плюс 160. Здесь через 56 кОм плюс 200. Здесь снова 160. И здесь тоже 160. Собственно говоря, если мы вот сюда уйдем, на выходе ревербератора тоже 160 вольт. Потому что здесь тоже 100 кОмный резистор. Соответственно, минусовая часть подается через резистор, диод, еще один фильтрующий конденсатор на потенциометр, который регулирует интенсивность тремола. И, собственно говоря, вот это вот напряжение, которое отсюда уже получается в районе минус 34 вольта, сюда и подается. Оно здесь колеблется, как мы с вами поняли, и по частоте, и по амплитуде. Мы когда соберем усилитель, померим, посмотрим, что там на самом деле происходит. Ну, очень вкратце это все. Я не буду вдаваться в подробности, как, что и зачем, зачем нужен каждый из этих компонентов. Про большинство из них я, в общем-то, и сам не знаю. Но про некоторые мог бы рассказать гораздо больше и подробнее. Я вам еще оставлю в описании ссылки на интересные видео и статьи по лампам, по усилению на лампам, по фазоинверторам, чтобы вы могли почитать, посмотреть и в образовательных, так сказать, целях. Следующее, о чем мы поговорим, это модификации и изменения, которые рекомендованы для этого усилителя. Они не обязательны, они рекомендованы. Поэтому делать их или не делать, это уже ваше будет решение. Но прежде чем мы на это посмотрим, на все изменения, которые рекомендуются, я вам покажу сайт, с которого эти изменения я почерпнул. Вот прекрасный сайт, которым владеет Rob Robinet. И здесь собрана масса очень полезной и очень важной и нужной информации о винтажных ламповых усилителях. Здесь вы можете найти описание, как работают лампы. Здесь есть словарь по ламповым усилителям. Здесь есть статья про то, как собирать ламповые усилители. Про безопасность, очень важно. Как читать схемы ламповых усилителей и так далее, и так далее. И в частности, много информации по конкретным моделям. Вот этот вот 5E3 Deluxe, Tweet Deluxe, по сути, это тот первый усилитель, который я собирал, и отсюда я почерпнул массу важной и полезной информации. Ну, в нашем случае нам вот нужно посмотреть вот сюда, на AA1164 Blackface Princeton Reverb. мы заходим, соответственно, сюда. И вот посмотрите, сколько здесь информации про этот усилитель. Здесь вот есть в высоком разрешении рисунки по расположению деталей. Можно их скачать совершенно свободно, распечатать в цвете, в А3, и использовать для себя как указатель. Но почему мы в данном случае пошли сюда, здесь есть раздел о рекомендованных изменениях. Вот он, Suggested Mods. На этом вот рисунке расположения деталей вот таким вот розовым цветом показаны все детали и компоненты, которые Rob Robinette рекомендует заменить. На схеме мы все их посмотрим, я сейчас про них буду рассказывать. Но вы всегда можете сюда прийти и посмотреть, как это выглядит вживую. Или как вот рекомендовано по лаяуту. Здесь про них расписано, для чего они нужны. Дальше тут вот есть отличные фотографии, примеров сборки этого усилителя. Тоже можно эту фотографию использовать для себя как некий эталон. Потому что тут вот прям очень красиво все собрано. Дальше вот рассказывается про трехпозиционный переключатель отрицательной обратной связи. Мы тоже его сейчас обсудим. Он есть вот в двух рекомендованных вариантах. В таком вот варианте или же в таком. Вот этот вот я отразил на схеме, которую мы сейчас будем смотреть. Ну и дальше еще можно посмотреть, что еще можно модифицировать. Ну увлекаться модификациями я думаю сильно не стоит. Вот как бы рекомендуемые изменения да, имеет смысл о них подумать и сделать. Однако дальше у них уходить это уже собственно говоря ваше решение. Прежде чем вернуться к схеме и поговорить об изменениях вот еще сайт, про который я вначале упомянул. Сайт прекрасного замечательного человека, который взял на себя труд и перерисовал все или практически все схемы винтажных усилителей Fender. Перерисовал и выложил в открытый доступ, чтобы нам с вами было удобнее ими пользоваться, легче их читать. Вон их здесь сколько, огромное количество. Честь и хвала этому человеку. И вот она наша здесь схема. Ссылку на этот сайт конечно я обязательно оставлю в описании. Ну что ж, давайте вернемся и поговорим о модификациях. Итак, давайте прямо пойдем по тому же пути. Прежде всего входящие резисторы рекомендовано поменять на 1-ваттные пленочные резисторы, потому что карбоновые или углеродные резисторы, которые вот у нас, например, есть в наборе от Magotone, они считаются как бы более шумными. Глуповато это звучит, но такая вот есть рекомендация. Нужно это делать или не нужно, но вот РОП очень это дело рекомендует. Следующее мы уже обсуждали, на входном каскаде я буду использовать 12x7, вы можете использовать 70-25, по большому счету разница очень невелика. Следующая опять-таки рекомендация РОП это резистор на 470 кОм перед фазоинвертором. Он как раз-таки тоже очень нужен для того, чтобы сделать сигнал более чистым, чтобы на этом каскаде не возникал паразитный перегруз. Дальше полутора килоомные два резистора так называемые grid stoppers, собственно говоря, для той же цели. Дальше два скрин протектора по 470 Ом. По мнению замечательного владельца YouTube канала Uncle Duck эти резисторы здесь не нужны, потому что здесь есть вот этот вот резистор, который выполняет роль условно говоря предохранителя в случае, если здесь происходит между сеткой и катодом или анодом происходит короткое замыкание, вот этот резистор сгорает и защищает как выходной трансформатор, так и трансформатор мощности. Поэтому нужно их ставить или нет, опять-таки РОП рекомендует нам соответственно решать. К тому же Uncle Duck говорит, что делать вот этот резистор мощнее, чем 1 ватт тоже не стоит, потому что он как раз-таки выполняет роль предохранителя в случае короткого замыкания в одной из этих ламп. Опять-таки нужно поразмыслить, оставлять это как 1 ваттный или заменять его на 2-3 ваттный. Следующее это цепь обратной отрицательной связи. Очень полезная цепь, она придает звучанию больше частоты, и в оригинале она проходит через резистор, который номиналом 2,7 кОм. Соответственно, если мы хотим сделать его как бы переключаемым, типа Normal, Light и Heavy, нормальный, легкий и тяжелый, то мы можем установить вот такую схему с тремя резисторами и с переключателем, который On, Off, On, трехпозиционный. То есть включено, выключено, включено в разных трех позициях. По вот такой схеме. Опять-таки нам решать, хотим мы такой или нет, мы можем оставить 2,7 и никаких дополнительных переключателей не делать. Так, следующее это заменить вот этот вот 100-килоумный резистор с 0,5 ватт на 2 ватта, что в принципе мне кажется довольно правильным. Следующее рекомендованное изменение это поменять вот этот конденсатор на 100-микрофарадный 100-вольтный. И вот здесь сделать регулировку для регулировки сдвига. По-английски это называется grid, grid by S по-русски я так понимаю напряжение сдвига на входной сетке канала усиления. Поправьте меня специалисты, если кто знает как правильно это называется. Собственно говоря, здесь мы регулируем отрицательное напряжение, которое подается в измененном немножко виде при помощи блока тремола на регулирующие сетки ламп выходного каскада. Это полезная вещь, потому что нам нужно будет померить ток ламп выходного каскада и отрегулировать его таким образом, чтобы они не работали в так называемом горячем режиме, а чтобы работали в таком оптимальном режиме и прослужили дольше. следующее изменение убрать совсем вот этот вот ground switch. Ну, собственно говоря, это легко. Ну, и здесь на самом деле правильно подключать, чтобы вот это была фаза, которая проходит через выключатель, потом проходит через предохранитель и возвращается напрямую на ноль, соответственно. Поэтому мы так и соединим. Вначале будет выключатель, потом предохранитель, а здесь будет напрямую на обмотку соединения. Следующее, что рекомендовано, это до 2 ватт повысить мощность всех анодных резисторов, резисторов нагрузки. Их тут раз, два, три, четыре, пять и шесть. Вот отдельным цветом я выделил специально, чтобы их было видно. Это также не обязательно, но желательно сделать, чтобы они дольше служили и не перегревались. Следующее, о чем надо поговорить, в оригинальной схеме трансформатор на мощной своей большой обмотке имеет по 340 вольт переменного тока. Трансформатор, который выбрал я для своего проекта, в нем 325. Если бы мы покупали трансформатор у моджетон, в нем под 328 вольт. Соответственно, мы можем как бы понимать для себя, что вся эта схема фендерная, она расписана для вот 340. Если у нас будет 325, соответственно, напряжение здесь будет пониже и здесь тоже пониже и так далее. Поэтому вот маджетон в частности рекомендует ставить вместо 18-килоомных здесь резисторов 15-килоомных. И я с учетом того, что у меня 325 на выходной обмотке трансформатора, тоже собираюсь поставить по 15-килоом вот здесь резисторы с тем, чтобы напряжение было как можно ближе к тому, что на схеме фендер. Ну, и здесь опять же нужно смотреть, какой трансформатор вы купите. Если он будет 340 и 340, ставьте спокойно 18-килоом. Если будет, как у меня, 325 в этом районе, ставьте, соответственно, по 15. Но помните, что в оригинальной схеме это 18-килоом. Так, последнее, о чем нужно сказать по вот этой схеме, это то, что в принципе блок тремола, имея потенциометры интенсивности и скорости, может быть также отрегулирован изменениями вот этих вот двух компонентов конденсатора, увеличивая его емкость, мы можем уменьшать соответственно скорость, снижая сопротивление вот этого резистора, мы будем увеличивать амплитуду, то бишь глубину тремола. Но нужно сначала собрать как по схеме 1 мегаом и 0,1 микрофарад и посмотреть. Может быть нам уже будет нравиться это тремоло. Если не будет, ну тогда можно соответственно вот этими компонентами поиграться. Да, и последнее, что забыл сказать, это то, что мы будем использовать GZ34 лампу выпрямления Ректифайр, а не 5U4GB, потому что GZ34 гораздо более эффективная лампа, потребляет гораздо меньше ток, 1,8 ампера, в отличие от 5U4GB, которая потребляет 3 ампера. Соответственно, для этой лампы мощность трансформатора как такового не так критична, как для 5U4. И, соответственно, вот с этой обмотки, 5-ти вольтовой, мы будем брать только 1,8 ампера. Вот, собственно говоря, все, что я хотел рассказать по схеме, надеюсь, вам было полезно и понятно. Ну, что ж, надеюсь, видео получилось информативным и полезным. Если видео вам понравилось, пожалуйста, подпишитесь на мой канал, поставьте лайк и включите уведомления о следующих видео. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, пишите в комментариях, я постараюсь ответить на них в меру своих знаний и понимания. В следующем видео мы будем делать уже реальные вещи и начнем с изготовления корпуса. А так, на сегодня все. Всем спасибо.